Добрый день, дорогие девочки и мальчики, возможно, ну, маловероятно, конечно, но что не бывает в жизни. Сегодня видео продолжение моего шоппинга Массима Тути, я вам обещала показать, что я купила, и я, как всегда, на своем старом месте, на полу, в одежках вокруг меня развешанных, и, как сказала Наташа из Германии, привет, Наташа, я как на базаре, знаете, когда на базарах, там, где продают одежду, там сидит продавец, и вот это вот все барахло развешено, развешено вокруг, это действительно так, это очень смешно. Ну, тем не менее, мне так удобно. Значит, я вам буду сейчас показывать, потом примерять, и мы с вами обсудим. На самом деле, мне нужен ваш совет, потому что я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне оставить, что мне сдать, потому что вещи неплохие, но некоторые, как бы, вещи действительно хорошего качества, очень хороших тканей, хороших материалов, стоят своих денег, некоторые вещи, я сомневаюсь, вернее, одна вещь, юбка, я вообще, как бы, почти уверена, что я ее сдам, но сидит там очень плохо. Ну, я, начиная выдавать свои секреты, не буду рассказывать наперед, что я, что вы увидите, как бы, так сказать, но, тем не менее, давайте будем смотреть, значит, быстро очень покажу, все по порядку, а потом будем видеть. Здесь у меня мешок, у меня здесь лисит, мне нужно посмотреть, сколько что стоит, потому что я уже не помню, если честно. И первым лотом у нас идет платье, которое стоило 70 долларов, оно висит вот тут, платье вот такое, оно очень какое-то мрачное, ну, на мой взгляд, ну, знаете, иногда нужно иметь какую-то темную вещь в гардеробе, не всегда, не всегда нужно что-то яркое, броское, иногда хочется что-то такое вот мрачно-темненькое, значит, фасон совершенно обычный, отрезной поталий с поясом, стоило оно 70 долларов, состав у него, оно на подкладке, значит, вверх это, по-моему, вискоза, а подкладка синтетика. 70 долларов, не знаю, я как-то схватила его, не знаю, по-моему, я примеряла в моем прошлом блоге, в одном из моих прошлых блогах, в одном из Массима Дути, мне он туда понравился, я помнила, что оно мне понравилось, я решила, надо взять, надо взять, ну, в общем, не знаю, вопрос даже не в том, что хорошее оно или плохое, вопрос в том, стоит ли оно этих денег, потому что, понимаете, кстати, я хочу сказать, если вы вывернете его наизнанку, то там и швы такие, не то, чтобы прям, может, там, Массима Дути, прям там все-все-все перфектно, ну, так, знаете, не с чем придраться, и, в принципе, в Заре тоже есть к чему придраться, но в Заре я такое платье могу купить сейчас, у них там распродажи большие, 30 долларов или даже за 20 долларов я могу купить из вискозы-то точно, а то из льна, из хлопка, хуже на вид и практически почти того же качества, вот, поэтому меня немножко это смущает и смущает цена. Так, это было платье первое, потом я еще купила, я купила юбку, юбка, которая стоила 60 долларов, вот такой расцветки, ну, такая, знаете, она, ну, интересная расцветка, мне понравилась вот эти самые, вот это серо-голубо-коричневое сочетание, которого очень много было в Массима Дути, мне, в принципе, оно нравится, оно такое необычное сочетание, она тоже вся, по-моему, сделана из вискозы, подкладка синтетическая, и стоила она, стоила она тоже 60 долларов, то есть не тоже, платье стоило, платье стоило 70, а юбка стоила 60. Сидится она не очень хорошо, я вам потом покажу, я не пойму, ни то она вот так пошита, ни то она, не маловато, ну, размер, кстати, платье размер 36, а юбка размер 38, европейский, или это американцы, а, европейский 38, американский 6, что-то большая она какая-то, но тем не менее, она как-то не то мне маловато, не то просто так шита как-то коряло, я купила две блузки-рубашки, они обе шелковые, 100% шелк, одна вот такая красивого бордового цвета, 100% шелк, мне она нравится, она стоила 50 долларов, что, в принципе, для шелковой блузы не так уж и много, то есть я считаю, что, в принципе, за 50 долларов вполне себе, ну, как бы, хорошая цена, чистый шелк. Это одна вещь, и вторую шелковую блузку, вот вы видите, она здесь висит, она вот такого цвета, горчичного, она стоила, она стоила 40 долларов, и она такая, знаете, полупрозрачная, но в ней есть подкладка, такой, знаете, топик такого же цвета, уже как бы билд-ин, приложен к ней, и она все это вместе стоила 40 долларов, все это, все это, все это чистый шелк. А единственное, что она размер 40, 40, потому что не было меньшего размера, она немножко великовато, ну, как оверсайз, брючками так сойдет, а вот это была размер 56. Все, давайте будем мерить, и мне нужен ваш совет, и мне нужно ваше обсуждение, и ваша, так сказать, ваша точка зрения. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Так, платье номер один. Ну, как видите, оно темно, светло, я помню, свет, хороший, плохой. Ну, в общем, вот так оно выглядит. Ну, как вы видите, платье как платье, ничего такого в нем особенного нету, но в то же время оно, конечно, неплохое, оно неплохо сидит, немножко мрачноватый. Я бы сказала, что он немножко мрачноватой расцветки, на мой взгляд. Человека любящего, яркое, все яркое и такое, знаете, разноцветное. Вопрос только в том, выглядит ли оно на 70 долларов, и стоит ли его оставлять, потому что, в принципе, за эти деньги я могу купить... Три платья. Мне не нужно три платья, но, в принципе, знаете, все имеет свою цену. То есть, если вещь, как бы, она стоит того или нет, вот это вот вопрос. Еще раз повторюсь, если кто меня смотрит первый раз, я продолжаю работать из дома, поэтому вот там сзади вот эти вот компьютеры, и бумажки, и чашка моя, в общем, вот это все. Каждое видео я это говорю, чтобы люди не думали, что у меня какой-то там беспорядок. Не дай бог, кто-то подумает, что у меня беспорядок. Итак, выношу на ваш суд платье номер один. Что вы думаете? Имеет ли оно место быть оставленным или мне его отнести назад? Так, это две вещи. Юбка и вот эта вот блуза. Юбка. Значит, что меня в ней смущает? Если мы подойдем поближе, то вы видите, вот она здесь как-то... Я не знаю, видно на камере или нет, что она вот здесь вот, видите, волнится. Собирается вот такими вот... У нас был фон другой, видите, вот сейчас я руку поставлю. Вот такими вот волнами, складками. Видите, вот здесь вот так вот она идет. Слушайте, я не знаю, это так... Это она мне мала или это она так сшита. Ну, в общем, сама в себе юбка неплохая, но вот эти вот вещи как-то меня не вдохновляют. Как-то хочется ее вернуть. Не хочется за... Сколько она стоила? 60 долларов юбку, которая так сидит. В общем, может, это на моей фигуре она так сидит, может... Потому что здесь она мне не мала. Она мне абсолютно не мала. Но возможно, что это не для моей фигуры. Фасончик. Или она так сшита, в общем, я не знаю. Я померила ее вот с этой вот рубашкой. Она не очень хорошо заправляет внутрь. Я сейчас вам померю ее с брюками, чтобы вы поняли, как она выглядит, когда она на выпуск. Потому что она довольно-таки широкая. И просто хотелось чем-то померить юбку, поэтому... Единственное, с чем у меня проблема с этой рубашкой, знаете, все в ней хорошо. Это чистый шелк. Цена очень-очень хорошая для шелковой вещи. 40 долларов. Но я не уверена, что это мой цвет. Я не уверена, что этот цвет не идет. Может быть, с чем-то другим. Но сейчас я померю с белыми брюками. Посмотрите, как она выглядит на выпуск. В общем... Так, пока что смотрю юбку. Скажите, что вы думаете по поводу юбки. По поводу этих вот... Не знаю. Плохо сшито. Не мой фасон, не мой размер. В общем... Так вот. Я померила рубашку с белыми брюками, с белыми джинсами. Она довольно широкая, но, по-моему, вполне для рубашки на выпуск она вполне хорошо выглядит. Еще раз, все-таки, шелк. Неплохой фасон. Тут карманы. Единственное, вот я говорю, что мне смущает этот цвет. Я не уверена, что этот цвет, который мне восхит. Может, просто я привыкла к более ярким цветам. Мне как бы... Ну, я себя чувствую комфортно. Не то, что комфортно, но... Что я лучше выгляжу в ярких цветах, мне кажется. А это такой цвет приглушенный и довольно такой спокойный. Хотя... Не знаю. Может, и не так. Что вы думаете? И последняя рубашка, она более такого яркого, контрастного. Но она не яркая, она довольно темно-бордовая. Но она более, скажем так, более контрастный цвет. Может быть, больше подходит к моей внешности. Она чуть-чуть поменьше размером, потому что она была большая. Но, в принципе, она не маленькая. Она довольно такая оверсайз. Тоже вот я ее надела с моими брюками, чтобы уже не мудрствовать особенно. Это тоже чистый шелк. Стоила она 50 долларов. Обе они, и та, и эта, потрясающе приятные на ощупь. Потрясающе приятные к телу. Ткань очень-очень приятная. Никаких у меня претензий нет. Единственное, что я, конечно, знаю, что вот эта ткань, если на нее что-то капнешь... И на ту, кстати, тоже. Такого качества ткань. Мне надо кушать очень осторожно. А лучше вообще не кушать, потому что я знаю, что если мне что-то капнуть, то она, как бы, пятно сразу расползается. То, что он такой шелковистый. Видите, она такая... Такого качества шелковистого, как такой бархатистый шелк. Я даже не знаю, как это назвать. Тоже немножко она прозрачная, но не сильно. Почти что-нибудь. Ну вот, это последняя покупка, последняя примерка. Все, жду вашего вердикта. Что вы скажете, девочки. Ну вот, все померилось и показалось. Жду ваших комментариев, жду вашего обсуждения, жду ваших советов. Мне действительно они не нужны, потому что я действительно не знаю, что мне делать. Остались дать. Как бы, ну, я знаю, что вы у меня все, девочки, очень с хорошим вкусом, понимаете, в одежде, разбираетесь. Поэтому вы меня смотрите, потому что вы это любите, вам это нравится. Иначе бы вы меня не смотрели. Я очень ценю ваши комментарии, очень ценю ваши советы, потому что они очень часто бывают очень дельные и очень правильные. Все, люблю, целую. Встретимся в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, но вы все знаете. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Бай-бай.